Добрый день, дорогие друзья! В студии Лизы Калинина Никита Некрасов. Наша программа «Наука и технологии» начинается, одна из самых любимых. И сегодня у нас в гостях будет медицинский ликбез. У нас, во-первых, состоится наша тема. А в гостях у нас сегодня заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения клинического госпиталя Лапина, кандидат медицинских наук Ашот Михайлович Григорияна. Ашот Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Мы очень рады, что вы пришли к нам сегодня. Успели за эфиром немного поговорить о том, что сейчас все сердечные болезни, так или иначе, молодеют. Молодеют. И уже даже люди, которые вроде должны цвести и пахнуть, обращаются к врачу с болезнью сердца. Так? Да. Почему? Действительно это так. Но сказывается образ жизни наших граждан. Это малоподвижный образ жизни. Так. Это превалирование в пищевом рационе продуктов, богатых углеводами, жирами. Все, что самое вкусненькое. Да. И вот. И это все сказывается? Это все сказывается неблагоприятным образом. С учетом отсутствия малоподвижного образа жизни. Это приводит к откладыванию жиров, как подкожной жирой клетчатки, так и в сосудах. Соответственно, растет число сердечно-сосудистых заболеваний. И в более молодом возрасте. Какой первый звоночек для человека должен прозвучать, чтобы он коренным образом начал менять свою жизнь? Вот что первонаперво происходит, прежде чем он попадет к вам на прием? Ну, надеюсь, до первого звонка у многих... Ну, хорошо. До ожидания, уже не терапия. Ну, первый звоночек, это, как правило, могут быть нарушения ритма сердца. Ну, и какие-то ощущения, болевые ощущения в области сердца. Это первое, на что должен обратить внимание любой человек. И обратиться к профессионалам для консультации. Сейчас очень принято консультироваться в интернете, искать ответы на вопросы. Вот это жутко, да. Да, вот я бы не рекомендовал, я рекомендовал все-таки обратиться сначала к профессионалам. Если мнение профессионалов не устраивает, поискать ответы уже где-то второе мнение, третье мнение. Но все-таки лучше консультироваться у профессионалов. Да, мы поясним немного. У нас сегодня достаточно обширный эфир, много сфер под ними, которые так или иначе касаются сердца. Вы можете задавать свои вопросы. Группа ВКонтакте, страна.фм, у нас есть отдельный пост, пишите в комментариях. А также WhatsApp Viber 909-928-189, присылайте свои сообщения. Что касается вообще методик лечения. Сейчас медицина наверняка шагает вперед. Это непосредственно хирургия, кардиохирургия. Что здесь, какие инновации есть, что нового принципиально? Ну, во всех отраслях медицины имеются определенные продвижения, имеются определенные достижения. Ну, если говорить именно о той области, которой я занимаюсь, а именно рентген-доускулярная диагностика лечения сердца и сосудов, то здесь за последние, наверное, 10-15 лет в стране произошел большой прорыв. Одним из самых последних достижений – это возможность протезирования клапанов сердца через бедерные сосуды. Представляете, да, протез клапана, не нужно разрезать в грудную клетку. Просто через ногу вы проводите этот протез и имплантируете его в нужную позицию. Конечно, для этой операции существуют определенные критерии. Нельзя всем подряд эту операцию проводить. Нельзя эту операцию делать в более молодом возрасте. Это все-таки прерогатива пациентов старшего возрастной группы, которые имеют к тому же и сопутствующую патологию. А с чем это связано, что так молодым нельзя? Ну, есть определенные медицинские противопоказания, потому что идет накопление опыта, изучаются результаты отдаленные. Весьма вероятно, что в скором времени и более молодым пациентам с 40-45 лет тоже будет выполняться эта операция. Пока речь идет о пациентах старше 60 лет. Хотя изначально эта операция была предназначена для лиц старше 80 лет. Ого, ничего себе! Ну и самое последнее достижение эндоваскулярных технологий – это лечение ишемического инсульта. То есть есть… Очень распространенного, да? Сейчас он набирает обороты, да. И если у человека родственники или его окружающие замечают, что развивается инсульт, есть определенный временной интервал, когда можно доставить человека в специализированную клинику и провести так называемую тромбоэкстракцию, удаление тромбов из сосудов головного мозга и вернуть человека, не допустить развития большого инсульта и сохранить человеку трудоспособность. В нашей клинике прошло уже двое таких пациентов. Мы родственники успели доставить во временной интервал. Это очень здорово. Но обо всех новых методах, которые присутствуют в кардиохирургии, мы поговорим чуть позже. Давайте сейчас послушаем песню «Иракли онлайн» и прямо после этой песни вернемся к вам в студию. Это телерадиоканал «Страна.ФМ». Мы напоминаем вам, да, что вы можете задавать у вас свои вопросы в группе «Страна.ФМ» ВКонтакте. Милости просим. Дорогие друзья, мы продолжаем. Лиза Калинина в студии, Никита Некрасов. И в гостях у нас сегодня заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения клинического госпиталя Лапина, кандидат медицинских наук Ашот Михайлович Григориан. Мы сегодня, так или иначе, обсуждаем болезни сердца, говорим о тех инновациях, которые в медицине существуют. Вы тоже можете задавать свои вопросы. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ», а также WhatsApp Viber 909-928-189-9. Мы уже удивились очень, что, оказывается, даже так можно ставить клапан через ногу, например. Ну, да. Да, вот сейчас тоже очень развивается телемедицина, консультации какие-то онлайн. Вот в кардио это возможно? В хирургии, в терапии? Ну, не хирургии, наверное, в кардиологии. В терапии, так или иначе. В кардиологии, скорее всего, правильно сказать, это возможно. А кардиохирургия все-таки это очень специфическая отрасль хирургии. И здесь, хотя в бытность мою, когда я работал в Бакульском центре, у нас была развита телемедицина, когда пациенты или наши коллеги выходили в эфир и представляли данные о пациенте. Но никогда не было рекомендации о том, как лечить. Всегда были рекомендации, что да, надо приехать, надо пообследовать или давайте доделать вот такое-то обследование еще для получения более полной информации. Все-таки кардиохирургия – это специфическая отрасль, и назначать лечение по телемедицине, я думаю, что это… Сложно. Очень сложно, да. Вы говорили о том, что сейчас по-прежнему законодатель, так скажем, моды и все инновационные исследования в США существуют. Вот если говорить про нашу страну, как обстоят дела? Ну, у нас тоже… Развитие полным ходом? Идет и самостоятельное развитие, и опыт перенимаем с зарубежных коллег. Ну, мы уже с вами немножко до эфира поговорили о том, что вот недавно совсем в центре Бакулева был презентован новый клапан кардиохирургами, который учитывает потоки крови. Да, это российская разработка. Надеюсь, что она найдет свое место в мировой кардиохирургической практике, но мы тоже не стоим на месте, и эндоускулярная хирургия, в частности, тоже не стоит на месте. Например, есть такое заболевание – артериальный проток. Его закрывали либо спиралями, либо оклюдами. Специальные механические устройства, и компания, которая разработала, опять-таки это было в Америке разработано, рекомендовали для его имплантации пунктировать бедерную артерию и вену детям. В нашей стране была немножко преобразована методика, и у детей для того, чтобы не повреждать бедренную артерию и не возникало каких-либо осложнений, методика бы применялась только через бедренную вену. Ну, опять-таки, у маленьких детей, там, где-то до 3-4-летнего возраста, с учетом анатомии сосудов, с учетом возможных рисков. То есть мы немножко методику изменили. Кроме того, есть ряд заболеваний, где первенство принадлежит как раз-таки российским специалистам, да? Ученым. И ученым специалистам, да. Да, есть такое заболевание, как коронарно-сердечный фистул, когда между коронарной артерией и полостью сердца формируется сообщение, которое не должно быть в норме. И приоритет здесь, за нашей страной. А уже этот метод лечения, он уже американцами взят на вооружение? Вы знаете, мы ездили на конференции, которые проходят за границей, и они с удовольствием принимали наши доклады и принимали участие в их обсуждении. Ну, то есть все-таки что-то интересное. Что-то мы даем. Это очень хорошо. Когда вы сказали, что болезнь помолодела из-за стресса, из-за неправильного образа жизни, то есть так или иначе стресс, вот это вот постоянное напряжение, суета влияют на болезни сердца. Влияют. И вот что получается отсюда, что человек вообще как кардиохирурги работают вместе с психологами, психотерапевтами, это взаимосвязанное как-то действие, чтобы человек себя на вот этом моменте профилактики, уже успокаивал. Ну, это скорее, наверное, кардиолог отправляет на прием. Вы знаете, опять-таки... Вообще есть ли какие-то взаимосвязи здесь? С сотрудничеством? Всегда пациентам, которые приходят на прием к кардиологу или выполняются в последующем какая-то операционной сердечно-сосудной системе, рекомендуется прохождение курса реабилитации. Он может... Желательно, конечно, эти реабилитационные курсы проводить в специализированных санаториях, где это проводится под присмотром специалистов, и подключаются к этому и психологи, потому что мало сделать хорошую операцию, надо еще и выходить пациента и помочь ему адаптироваться к тому, что немного может жизнь его измениться, потому что выполнили операцию, если продолжить прежний образ жизни, то последствия операции ненадолго будут. Мы совсем скоро вернемся, дорогие друзья. Да, прервемся. Хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня заведующий отделением рентгенно-хирургических методов диагностики и лечения клинического госпиталя Лапина, кандидат медицинских наук Ашот Михайлович Григорьян. Сдавайте свои вопросы. Группа ВКонтакте Страна.ФМ, а также WhatsApp Fiber 909-928-189-9. Скоро вернемся, сейчас небольшая пауза. Добрый день, дорогие друзья. Это рубрика «Наука и технологии». И Лиза Калинина, Никита Некрасова здесь, конечно же, по-прежнему. У нас в гостях замечательный гость, заведующий отделением рентгенно-хирургических методов диагностики и лечения клинического госпиталя Лапина, кандидат медицинских наук Ашот Михайлович Григорьян. И я хочу сказать, насколько у нас замечательный гость сегодня. Я готовился к эфиру и, естественно, шерстил в интернете, перелопачивал сайты, искал информацию о том, какие вопросы задать, о чем поговорить. И сколько вы себе, друзья, не представляете, сколько благодарных комментариев от пациентов уже, которых в своих руках держал, можно сказать. Сердцами. Да. Ашот Михайлович, я прочел. Это просто фантастика. Поэтому, слушайте, во все уши у нас замечательный гость. Да. Вот смотрите, давайте какой-то совет дадим. Вообще, серию советов практических людям, которые нас сейчас слушают и смотрят. Как часто нужно проверять сердце? Какая профилактика и какая ответственность лежит на самом пациенте? Что он должен делать? Ну, первое, перво-наперво, стараться, чтобы стресс, который нас окружает, не становился нормой жизни. Стараться находить время, когда можно расслабиться, отдохнуть. Встреча с друзьями, выезд на природу, ну, это понятно, всем известные истины. Если же все-таки какой-то звоночек прозвучал, как я еще раз говорил, обратиться к специалистам. Что-то закололо, например, да? Закололо, дышать стало сложно, какие-то перебои в работе сердца. Кроме того, есть программа диспансеризации. И в нашем госпитале заработала такая программа, где каждый желающий может обратиться. И в течение приблизительно полутора-двух часов он пройдет полное кардиологическое обследование с рекомендациями о необходимости какого-то дальнейшего лечения. Либо человек поймет, что его сердце здоровое и беспокоится в данный момент не о чем. Но это не означает, что надо пренебрегать советами по здоровому образу жизни. А полное кардиологическое обследование – это что? Это электрокардиограмма и общение со специалистом? Что вот оно в себя включает? Ну, полное кардиологическое обследование – это, как вы сказали, электрокардиограмма, выполнение ультразакового обследования, эхокардиографического следования сердца, выполнение доплексного сканирования брахицефальных артерий, то есть артерий сонных. Это анализ крови на липидный профиль, где можно определить факторы риска развития странично-сосудистых заболеваний. И уже если по этим данным есть какие-то подозрения на возможное отклонение от нормы, пациенту может быть предложено пройти дальше либо трэдмил-тест, либо стресс-эхокардиография, когда пациенту выполняется ультразвуковое исследование после физической, дозированной физической нагрузки. Но опять-таки под присмотром врача. То есть физическая нагрузка тоже должна быть умеренной? Нет, это в контексте исследования. Я в постельной сервоне понятна. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к нашему гостю, пишите, пожалуйста, группу «Страна ФМ» к вашим услугам. А мы скоро вернемся. Продолжаем нашу программу «Наука и технология» в эфире. Лиза Калинина и Никита Некрасов в студии. И у нас в гостях сегодня заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения клинического госпиталя Лапина, кандидат медицинских наук Ашот Михайлович Григориан. Мы говорим о профилактике, так или иначе, болезни сердца. И мой вопрос, который не успела я дозадать в предыдущем выходе, что касается спортивных нагрузок. Вы уже говорили о том, что сейчас проблема другая, очень развит сидячий образ жизни. Но есть люди, которые упорно занимаются спортом, и иногда эта нагрузка тоже неправильная отчасти. То есть с врачом не консультировался, какой у него пульс, как он бегает, прыгает, непонятно, лишь бы больше. Вот это правильно? Больше двигаться, но не знамо как. Ну то, что люди занимаются спортом, находят время пойти в фитнес-клуб, это очень хорошо. Уже хорошо. Да. Но желательно, чтобы приступая к тренировкам, человек все-таки обращался в фитнес-клубы, которые имеют медицинских сотрудников, обращался к ним с тем, чтобы оценили его состояние. Вы знаете, в фитнес-клуб можно прийти в разном состоянии. Можно прийти уставшим после работы, но потому что у вас по расписанию сегодня посещение фитнес-клуба вы пришли, да? Но толк от этой тренировки не будет. А можно прийти веселой, легкой, уверенной походкой, да? И, соответственно, совершенно по-другому организм воспримет эти нагрузки, и тем самым сама тренировка пойдет только на пользу. Понятно. То есть здесь тоже нужно быть как-то отдохнувшим, что ли, перед тренировкой? Наверное, да. Иначе сердце не выдержит. Отдохнуть, чтобы потренировать. Ашот Михайлович, мы с вами говорили вот в одном из выходов, вы, вернее, обмолвились, что есть определенный промежуток времени, за который родные и близкие, если мы говорим именно уже о кардиохирургии, родные и близкие должны предпринять меры для того, чтобы помочь человеку, пациенту. Да. Мы эти меры все когда-то слышали об этих мерах, об этом времени. Давайте еще раз для наших слушателей и зрителей я вам задам этот вопрос. Каковы вот эти временные люфты, во время которых нужно оказать первую помощь, довести куда-то в случае инфарктов и инсультов? Ну, в случае инфаркта и инсульта первые шесть часов решают многое. Надо постараться в эти первые шесть часов ни в коем случае не самим возить. Служба скорой медицинской помощи, которая доставит специализированное лечебное учреждение. Потому что можно, не разобравшись, отвезти не в то лечебное учреждение, потому что скорая помощь знает, где есть круглосуточный ангиографический аппарат, если это дело касается инфаркта или инсульта, да, люди зачастую везут в ближайшую больницу, чтобы помогли. На это вопрос можно потерять время. Поэтому если родственники, родные, близкие понимают, что с их другом, коллегой, товарищем, родным что-то происходит, он определяет определенные жалобы, то незамедлительно звонок скорой помощи и постараться самого пациента успокоить и не создавать вокруг него лишний нервозный аппарат. Так как это тоже, все мы люди, человек тоже может понять, что с ним что-то происходит, он так понимает, что с ним что-то происходит, а излишний ажиотаж, да, ни к чему. И тогда уж прям логически вытекающий вопрос из первого, предыдущего вопроса. Какие самые явные признаки инфаркта и инсульта, на которые люди должны окружающие в первую очередь обратить внимание? Ну, если это касается инфаркта миокарда, то первое, это, как правило, как правило, жгучие боли за грудиной у человека. Это первая жалоба, которую определяет человек. Как правило, очень характерное положение. Человек рукой хватается за грудь, может даже хватать воздух. Это первое, на что можно обратить внимание. Что касается инсульта, то здесь, как правило, у человека пропадает какая-то мимика на лице. И если попросить человека улыбнуться или показать зубы, он не сможет этого сделать. Дальше попробуйте поднять руку, подвигайте пальцами. Соответственно, человек тоже не сможет это воспроизвести. Это вот самые основные критерии, которые позволят вам понять, инсульт, инфаркт развивается у вашего близкого. И, соответственно, ближайшее, не стоит медлить ни в коем случае, но не создавать ажиотажа. Это советы от нашего уважаемого гостя. И расслабляться, я забыла. Расслабляться, это еще до инфаркта, инсульта, чтобы этого не случилось. Вообще, в принципе, да, в принципе, не напрягаться. Друзья, у нас прям по курсу песня группы «Братья Гримм» под названием «Лелею». Мы ее послушаем, насладимся, расслабимся и вернемся к разговору с нашим гостем. Задавайте свои вопросы, группа ВКонтакте «Страна.ФМ». Если есть какие-то запросы, вопросы, я думаю, наш гость удовольствием прокомментирует. О сердце говорим сегодня и все, что с ним связано. Добрый день, дорогие друзья. Это рубрика «Наука и технологии» на телерадиоканале «Страна.ФМ». У нас замечательный гость, заведующий отделением рентгено-хирургических методов диагностики и лечения клинического госпиталя Лапина, кандидат медицинских наук Ашот Михайлович Григориан. Разговариваем о болезнях сердца, обо всем, что с этим связано. О профилактике, да, у нас такой ликбез сегодня. О профилактике. Как влияет алкоголь на сердце? Поясните нам. Лиза самая хитринка и задает этот вопрос. А грозит скоро корпоративный, грозят уже вечера. А, ну да, точно, я и забыл. Вы знаете, есть хорошая поговорка. Да. В умеренных количествах все... Это очень неконкретно. Очень неразмотная формулировка. Может быть, для каждого умеренное количество своя доза. Каждый человек, как правило, знает то количество алкоголя, которое может принять его организм без каких-либо последствий. А последствия это какие в первую очередь? Ну, например, если человек понимает, что вот ему после двух бокалов вина ему приятно, ему весело, хорошо, а после третьего у него начинает кружиться голова, и он начинает спотыкаться, ну, лучше не пить третий бокал, а остановиться на двух. Согласна, да. И хватит. Да. Дело в том, что алкоголь сам по себе приводится к снижению артериального давления, особенно вот водка или другой крепкий алкоголь. Есть ряд заболеваний, которые, ну, нежелательно иметь сниженное давление. Если человек после аорто-коронарного шунтира, либо стентирования коронарных артерий, в обильном количестве принимает крепкий алкоголь, снижается давление, возрастает риск дисфункции шунтов, тромбоза, стентов и риск повторного инфаркта. Ну, я думаю, что те пациенты, кто уже попадал в руки кардиохирургов, они знают, в принципе, что можно и что нельзя. То есть здесь в первую очередь мы ведем речь об обобщенных людях, которые еще нет. Да, но что главное, подводя такой итог небольшой, вовремя проходить диспансеризацию, да, то есть проверяться. Вовремя, да, своевременно проходить диспансеризацию. Рекомендуется диспансеризация, конечно, раз в год. В нашем госпитале, в госпитале Лапина, сейчас, я повторюсь, есть такая программа диспансеризации для исключения сердечно-сосудистых заболеваний. Все желающие могут записаться к нам и пройти это обследование в течение короткого времени. А какой промежуток времени занимает само обследование? Вот я приехал к вам в 10 часов утра. Если вы к нам записаны в 10 часов утра, то в 12 часов дня вы получите полную информацию о состоянии своего сердца и рекомендации по тому, есть необходимость проходить боль углубленной и сынной, либо достаточно того, что мы получили информацию по такой диспансеризации, и рекомендации кардиолога, что вам нужно менять или ничего, или не нужно менять. И это касается людей любого возраста, как вы поняли. Тут нет каких-то возрастных рамок. То есть уже даже молодые люди могут приходить... Можно с грудничками приезжать, а можно приезжать самостоятельно, когда вам уже 60, 70, 80. Конечно, можно из грудничка приехать, только для грудничков будет немножко другое обследование, потому что у них несколько иные заболевания. Но мы диспансеризацию проводим всем нашим пациентам, которые выберут. А если, допустим, я сталкивался с этой проблемой, у меня у сына так называемая экстрасисталия. Скажи, сколько лет. Это сыну 3,5 года. И нам рекомендовали уже давно проходить раз в полгода специальный аппарат на сутки, аппарат холтера, чтобы мониторить, не увеличивается ли количество этих экстрасистов. Во-первых, надо смотреть, не увеличится количество их или нет. Это, конечно, но и надо знать, каков характер экстрасистов. Есть жизнеугрожающие аритмии, есть аритмии, которые со временем могут пройти. Поэтому, опять-таки, мы тоже можем вам рекомендовать обратиться к нашим специалистам. То есть в Лапино можно тоже? Можно. И этот аппарат на сутки? И аппараты у нас есть, и для такого воздушных пациентов тоже имеются в наличии. И наши специалисты работают с подобного рода пациентами и могут подобрать вам либо медикаментозную терапию, либо рекомендовать какое-либо лечение уже более инвазивным. Но, опять-таки, все после того, как будет проведено исследование. Конечно, абсолютно. Естественно. На голом, скажем, месте, на ровном, естественно, что-то рекомендовать это сложно. Ой, слушайте, ну, мне кажется, все понятно. Понятно. Вот главное, что человек может сделать сейчас, это взяться за свое питание, да? Больше свежих овощей и фруктов, я так понимаю. Раз. Да. Меньше алкоголя, меньше жирного и сахара, конечно. И больше двигаться, и проходить вовремя, ну, ту же диспансеризацию или вообще обход специалистов необходимый. Если вы собрались, надо уточнить, если вы собрались двигаться слишком активно, то лучше сначала проконсультироваться со специалистами. Нужно ли и насколько нужно активно вам двигаться, потому что, естественно, излишние физические нагрузки, они тоже могут быть для сердца. Это зона ответственности, которая лежит на пациентах. Не полезно. Да. Ну, и стараться избегать стрессов и делать так, чтобы стресс не остановился нормой жизни. А сон, кстати, вот мы про него не сказали, тоже интересный. Очередование времени борствования сна – залог здоровья. Вот. Это понятно. А Шот Михайлович говорит лозунгами. Лозунгами. Что ж, спасибо вам огромное. Приходите к нам в гости еще, было очень интересно. Я напомню, в гостях у нас сегодня заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения клинического госпиталя Лапина, кандидат медицинских наук Ашот Михайлович Григориант. Спасибо вам огромное за нашу беседу. Спасибо, Ашот Михайлович. Я думаю, что исчерпывающая информация. И единственное, что можно сказать – приходите к нам еще. Да, спасибо огромное. Спасибо. Друзья, мы с вами скоро вернемся. Мы с вами, а мы вернемся к вам. Мы вернемся к вам, да. Оставайтесь с нами, скоро услышимся и увидимся. Далее по курсу у нас «Елка».